Косичка, моцарелла, серия пастафилата. Здесь у нас сыр пальчета, острый, для тех, кто любит остренькое, с красным перцем, зеленью, чесноком. Все эти популярные виды сыров Наталья Пирожкова из села Подсоснова варит на своей кухне. Бухгалтер по образованию открыла в себе тягу к сыроварению во время декретного отпуска с третьим ребенком. Почти пять лет Наталья готовит разные сорта этого молочного продукта, штудируя блоги сыроделов. Так ее дети, не выходя из дома, могут попробовать грузинский сулугуни, румынскую брынзу и итальянскую рикотту. Нужно придерживаться технологии. Как есть по рецепту, так и делать. Немножко, допустим, выше температура будет, все, сыр не получится. Выше кислотность, опять же, не получается. Сначала Наталья совмещала основную работу с сыроварением. Затем решила сконцентрироваться на своем хобби, которое в дальнейшем стало средством заработка. Первые партии были для семьи, конечно, для детей. Они первые оценили. Мама также, бабушка, соседи, потом уже друзья соседей. Ну и вот как бы сарафан на радио сработало. Ассортимент Натальи больше, чем в ближайших магазинах. Сейчас домашний сыродел варит больше десяти сортов. В том числе и копченые. Но девушки все еще мало. Я сейчас сделала заказ. Должен прийти с Новосибирского. У меня специальные закваски. С плесенью, в общем, будет сыр у меня. Камамбер. Бри камамбер. Вот такой вот хочу сделать. Сейчас Наталья делает около двух с половиной килограммов разных видов сыра ежедневно. Наращивать производство и выходить со своей продукцией в торговые сети девушка пока не планирует. Для нее это в первую очередь любимое дело. Юлия Шламова, Сергей Седых. Новости.